Мы все привыкли, что птица – это животное, что умеет летать. А что, если сейчас мы разобьем ваши стереотипы? Это канал Фактограф, и сегодня мы представляем вам топ-10 нелетающих птиц. Некоторые птицы не могут летать из-за своих физических особенностей или приспособленности к определенной среде обитания. Кто-то из них, например, живет на земле и не может развивать достаточную скорость для полета. Другие – в воде и используют свои крылья как ласты. Несмотря на ограничения в движении, нелетающие птицы обладают уникальными способностями, которые помогают им выживать и адаптироваться к окружающей среде. Оставайтесь с нами, если хотите увидеть настоящую птицу Новой Зеландии – единственного в мире нелетающего попугая, самую большую, а также самую опасную птицу в мире и многих других птиц, не умеющих летать. Обещаем, будет интересно. Поехали! Киви А вы знали, что киви – это национальная птица Новой Зеландии и любимый символ новозеландской культуры? Она обитает только на территории этой страны и является местным эндемиком. Птица предпочитает селиться на болотах и в вечно зеленых влажных лесах. По размерам киви сопоставима с обычной курицей. Она может весить от 1 до 4 килограмм, при этом самцы всегда мельче самок. Грушевидное тело и маленькая голова покрыты светло-бурыми перьями, которые выглядят словно шерсть. Хоть киви и не летают, но у них есть крылья – крошечные, практически незаметные под оперением, вырастающие всего до 5 сантиметров. Но хвост отсутствует. Еще одной отличительной особенностью этой птицы является длинный клюв, достигающий 105-120 миллиметров. Возле клюва растут усы-вибриссы, отвечающие за обоняние. Киви питается плодами и насекомыми и на охоту выходит ночью, а днем находится в норе, которую сама вырывает. К сожалению, численность этих птиц значительно сократилась, и власти Новой Зеландии активно принимают меры, чтобы не допустить их полного вымирания. Попугаи Кокапо Знакомьтесь, перед вами единственный в мире попугай, не умеющий летать. У Кокапо есть крылья, но мышцы, что приводят их в движение, практически полностью атрофировались в процессе эволюции. Неспособность к полету ученые связывают с адаптацией к изолированной жизни на островах Новой Зеландии и практически полным отсутствием хищников в естественной среде обитания. Кокапо – это также и самый тяжелый попугай, который весит до 4 килограмм и вырастает до 60 сантиметров. Он отличается мягкими перьями желто-зеленого цвета с черными каплями. Массивное тело дополняет большой серый клюв, короткие когти, лицевой диск кокусов и небольшой хвост. Кокапо живут во влажных местах и ведут ночной образ жизни. Они гнездятся на земле и очень вкусно пахнут мускусом. Эти милые птицы беззащитны. При нападении врага все, что они могут сделать, это притвориться кустиком. В 1995 году популяция кокапо составляла всего лишь 51 птицу. Но благодаря усилиям ученых, их количество сегодня превышает 200 особей. Такахи. Такахи или бескрылая султанка – это редкая нелетающая птица, обитающая в горах южного острова Новой Зеландии. Привлекательное зелено-синее оперение, большой ярко-красный клюв и крепкие красные ноги выделяют такахи на фоне других птиц. По величине это животное примерно как домашний гусь. Высота его тела достигает 50-60 сантиметров, а вес – 2-4 килограмма. Грудные мышцы и киль недостаточно развиты, поэтому крылья не приспособлены к полету, а используются для балансирования при передвижении по горной местности. Чаще всего такахи селятся возле озера Тианау. Также они любят гнездиться в зарослях тростника и лесах из бука, поближе к снежным вершинам. Птицы питаются ягодами и травянистыми растениями и ведут дневной образ жизни. С 1898 года этих доисторических птиц считали вымершими. Однако в середине 20 века орнитологам удалось найти небольшую популяцию. Сегодня такахи занесены в Международную Красную Книгу как вымирающий вид и находятся под охраной. Казуар. Неординарный, крупный и самый опасный среди птиц. Так коротко можно описать казуара. Эта единственная в своем роде птица распространена в тропических лесах Новой Гвинеи, а также на северо-востоке Австралии. Вы ее не сможете не заметить благодаря яркому окрасу и большому размеру. Казуар – вторая по величине птица в мире после страуса. Его рост достигает 1,5-2 метра, а вес – 60 килограмм. Казуар имеет черное оперение, синюю кожу на лицевой части головы и ороговевший отросток на макушке – так называемый шлем. Крылья маленькие и неспособные выполнять свои функции. Большие и сильные ноги покрыты лузкой и имеют по три пальца с острыми когтями. Казуары активны ночью и большую часть времени занимаются поиском пищи – фруктов, грибов и мелких животных. Помните, что казуар – это опасный хищник, который бывает агрессивным и его поведение непредсказуемо. Одним ударом ноги он способен покалечить или даже убить человека. В дикой природе от него стоит держаться подальше. Эму. Это животное не поет и даже не летает, но все равно народ его птицей называет. На вид эму напоминает казуара, да и принадлежит к отряду казуарообразных. Но у него нет ни шлема, ни яркой окраски. И его размер немного меньше. Эму вырастает до 150-190 см в высоту при весе 30-55 кг. Он отличается маленькой головой, длинной шеей и продолговатым плотным туловищем. Мощные ноги с тремя пальцами приспособлены для бега и позволяют животному преодолевать большие расстояния со скоростью до 50 км в час. Тело покрыто взъерошенными перьями серо-коричневого цвета, больше похожими на шерсть. Крылья также есть, но они маленькие, недоразвитые и максимально придавлены к туловищу. Они служат для защиты птенцов от хищников и, вероятно, во время бега помогают держать равновесие. Эму обитают только на австралийском континенте. Они предпочитают открытые сухие местности, где нет густой растительности. При любой возможности животные с удовольствием купаются в водоемах, а питаются эму как растительной, так и животной пищей. Африканский страус Это самый крупный из живущих ныне птиц, настоящий гигант птичьего мира. Только взгляните на этого красавца. Высота страуса достигает 2,7 метров, а вес до 150 кг. Его тело покрыто короткими перьями, которые на голове и шее переходят в более длинные и мягкие. У страусов крупная голова, большие глаза и длинная шея. Длинные и сильные ноги с двумя толстыми кожистыми пальцами помогают им бегать по песку и камням и развивать скорость до невероятных 70 км в час. У африканских страусов также есть крылья, но они слишком маленькие и используются только для балансирования при беге. Рыхлое курчавое оперение у самцов черное, у самок серо-бурае, а перья хвоста у птиц белые. Африканские страусы обитают в саваннах и полупустынях Африки по обе стороны экватора. Своенравные птицы ведут стадный образ жизни, питаются растениями и мелкими животными. В случае опасности они издают предупреждающий звук и бросаются на утек. Галапагоский нелетающий баклан Он является эндемиком Галапагоских островов и единственным представителем семейства баклановых, утратившим в ходе эволюции способность летать. Бакланы очень похожи на уток, но с короткими, словно обрубленными крыльями. Да, они могут похлопать крыльями, но, увы, не взлетят. Эти водоплавающие птицы имеют черное оперение с зеленоватым окливом и крупную голову с длинным острым клювом. Они достигают длины до 1 метра и веса до 2,5 килограммов. Ноги бакланов оканчиваются четырьмя пальцами, соединенными плавательными перепонками, и отличаются хорошо развитой мускулатурой. Несмотря на то, что птицы не умеют летать, они отлично плавают и погружаются под воду в поисках рыбы и другой животной пищи. Бакланы селятся колониями на скалистых побережьях. Они никогда не удаляются от места гнездования более чем на 1 километр, а корм собираются от дна, удаляясь максимум на 100 метров от берега. Пингвин. Эту нелетающую птицу знает даже ребенок, и абсолютно никто не сможет остаться равнодушным к этим упитанным толстячкам. Отличительными чертами пингвина являются овальное тело, вытянутая голова, острый клюв, широкая передняя часть туловища и небольшое брюшко. Все тело птицы покрыто плотно прилегающими друг к другу перьями черно-белого цвета, что создает впечатление, как будто пингвин надел смокинг и вышел на красную дорожку. Продолговатые крылья похожи на ласты и вращаются в воде по принципу винта. Короткие толстые ноги имеют по 4 пальца, которые соединяются плавательными перепонками. Пингвины отлично плавают, а по суше передвигаются вертикально, забавно переваливаясь сбоку-набок и поддерживая равновесие при помощи короткого хвоста. Пингвины любят холод и живут в Антарктиде вблизи Южного полюса. Большую часть времени они проводят в воде, ныряют и ловят рыбу, креветок и других жителей ледяных вод. Самым большим пингвином является императорский. Он вырастает до 120 сантиметров и весит до 46 килограмм. Нанду Внешне эта нелетающая птица сильно напоминает африканского страуса, но степень их родства остается спорной темой для ученых. Ведь кроме схожести у них предостаточно отличий. Высота взрослого нанду составляет 120-140 сантиметров, а вес 30-40 килограммов. Вытянутое тело овальной формы, а также длинная шея покрыта мягкими плотными перьями серого или бурого цвета. Как правило, самцы более темные, чем самки. Сильные ноги с тремя пальцами позволяют птице разгоняться до 50-60 километров в час. А довольно длинные крылья помогают нанду удерживать равновесие при беге. Кроме того, на каждом крылье есть по одному острому когтю, который птица применяет для защиты от хищников. Нанду обитают в субтропических саваннах и умеренных широтах Южной Америки. Они активны днем и обычно держатся группами по 5-10 особей. Едят птицы практически все, от фруктов и трав до мелких животных. Еще нанду отличаются необычным криком, напоминающим рычание льва, и совсем не похожим на голос птицы. Теперь вы точно не перепутаете нанду с африканским страусом. Паганка Тачановского Паганка – это не только серый гриб на длинной ножке, но и водоплавающая птица размером с утку. Почему поганка? Вероятно, из-за цветовой схожести с грибом. Или же такая ассоциация возникла из-за вкусного, но дурно пахнущего мяса. Паганки – утонченные птицы с длинной шеей и огромным клювом. Длина их тела достигает 35 сантиметров. Оперение на шее, грудке и брюхе окрашено в белый цвет, а на спине и голове – в буро-серый. Паганки Тачановского расположены в Южной Америке и населяют только озеро Хунин в Андах на высоте свыше 4000 метров. Эти редкие птицы могут быстро передвигаться по воде, взмахивать крыльями и даже немного отрываться от поверхности. Однако они не способны взлететь. Примечательно, что поганки Тачановского никогда не выходят за границу озера Хунин. В зарослях птицы строят плавучие гнезда на воде, держатся небольшими группами и ныряют на дно озера за мелкой рыбой. Друзья, на этой прекрасной ноте мы завершаем наше видео. Теперь вы точно знаете, что список нелетающих птиц не ограничивается пингвинами и страусами. Таких животных гораздо больше. Делитесь с нами в комментариях, какую из нелетающих птиц вам посчастливилось увидеть вживую. Когда и где это произошло? Нам будет интересно почитать.